Алтайская духовная миссия начала действовать на Алтае в 1830 году. Она была названа образцом и руководителем для других миссий. Просвещение народов Алтая православные миссионеры вели в духе евангельской кротости. Они строили школы, больницы, с любовью принимали всех язычников и помогали им обустраивать быт. В это же время начинается строительство первых православных храмов на Алтае. Мы с вами находимся в самом первом каменном здании в Горном Алтае и самым старым из сохранившихся храмов Горного Алтая. Построен и освящен этот храм был в 1845 году. А начало его строительства было положено основателем Алтайской духовной миссии архимандритом Макарием Глухаревым, который теперь причислен к рекламу святых как преподобный Макарий. Для строительства храма здесь в Майме был построен первый такой, знаете, мини-типичный заводик. И храм строился из местного материала. Вначале он был построен как однопрестольный храм в виде, ну, такой базилики что ли небольшой, как бы вот, ну, то есть вытянутый в виде корабля. Но все-таки оказалось, что храм маловат, несмотря на то, что вначале, может, он даже воспринимался колоссальным, если учитывать, что были какие-то тогда там жилища, алтайцев, кочевников, вот эти вот аилы, юрты. И в начале 80-х годов 19-го столетия уже местный торговый народец Андрей Сафронов добавляет к этому храму два предела или пристроя. И храм увеличивается в ширину. В советские годы этот храм неоднократно закрывался и открывался, потому что была очень сильная община. И, наконец, 4 ноября 1938 года храм был закрыт окончательно. Три дня спустя в храме уже работал клуб. Затем здание было передано агрохимлаборатории и окончательно изуродовано. Внутренние помещения перегорожены, сводчатые окна рассечены бетонными балками под второй этаж. К храму пристраивают гаражи, котельную и другие подсобные помещения. В 1996 году здания возвращают церкви и начинается возрождение церковной жизни уже в Майминском Святодуховском храме. И уже через год здесь была отслужена первая литургия. Несколько лет продолжаются реставрационные работы. Осветил Святодуховский храм села Майма преосвященнейший Максим, епископ Барнаульский и Алтайский. Есть такое понятие первая любовь. То есть это любовь с первого взгляда. И вот когда я вошел в этот храм, мне просто не хотелось отсюда уходить. То есть я почувствовал какую-то такую родственность. Вот такое у меня было прямо... Я даже воспринимал, может быть, в какой-то мере греховное, что ли, пристрастие. То есть что мне действительно хотелось именно здесь служить. Когда назначили, даже честно признаюсь, так покаясь общей исповедью, что когда назначили вот того первого священника, у меня даже было такое чувство ревности. То есть думаю, ну как так? А потом вот прошло некоторое время, и когда получилось так, что вот тому священнику нужно было поднабраться опыта, и было принято решение нас поменять местами, то есть его в качестве штатного священника преображенский храм, а меня в качестве наставителя на этот храм, я это назначение воспринял с искренней радостью и в какой-то мере счастлив, что и до сих пор здесь служу. Восстановительные работы ведутся и сегодня. Второй этаж и разбирать не стали. Здесь действуют два класса воскресной школы. Планируется, что еще один класс воскресной школы будет открыт в восстановленном крыле над гаражами. В подсобных помещениях оборудуется мастерская. Здесь дети будут изучать народные ремесла. Камнерезное, столярное, гончарное дело. Сейчас православие, оно не только богослужебной деятельностью занимается. У нас на базе воскресной школы, то есть, работает и спортивная секция. То есть, зимой, например, мы катались на лыжах. Собираемся что-то организовать вроде военно-патриотического клуба, потому что наши дети побывали в военно-патриотическом лагере в Новосибирской области, Сибирская застава. И они просто загорелись вот этой идеей служения Отечеству. Ребята талантливые, они могут реализовать себя не только в церковном пении, но и, в общем-то, какие-то вот такие творческие коллективы. То есть, вот у нас, например, парни, они с удовольствием занимаются музыкой. И мы как бы так поддерживаем и надеемся, что, может быть, даже если они сумеют выдержать испытания нравственного соответствия, то, может быть, и поддержим, чтобы у них была вот такая вокальная инструментальная группа, если у них есть такое настроение, есть такое желание. То есть, и это все для того, чтобы человек все-таки почувствовал себя человеком. То есть, потому что вот прежде мы порой относимся к церковности как? Что вот ты пришел в церковь, и ты должен сразу стать ангелом. На самом деле, нам еще человеками-то надо научиться быть. Вот. И одна из задач церкви сегодня – это сначала научить быть человеком, а потом уже и помочь стать ангелом. В следующем сюжете мы побываем в селе Чемал. Именно там начал миссионерское служение молодой иеромонах Макарий Невский, руководитель алтайской духовной миссии в конце 18 века.